Ущипни себя и узнаешь, как больно другому. А чтобы узнать, что чувствует боец после проигрыша, нужно проиграть. Но этого никто не хочет, а все равно случается с каждым. Привет, целеустремленные панды! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на самую худшую и неадекватную реакцию на поражение бойцов. Все-таки не каждой косточке суждено было появиться в персике. Кто-то должен родиться коноплей. Хорошее и дурное в человеке зависит от окружения, а в бойце от его тренера и команды. В этом бою, который Леван Шония проиграл, он вчудил такое, что даже мыши под конвасом были в шоке. Мало того, что этот боксерчик не хотел признавать поражение и бросался на соперника, предлагая ему еще раунд, когда рефери хотел уже поднять руку победителю, он начал бить своего тренера, который вышел в ринг, чтобы его успокоить. Ударить тренера – это позорнее, чем стать членом стаи гиббонов, которые в половых актах не различают самцов и самок. После пропущенного бокового в бороду тренер вылез из ринга обратно и уже успокаивал своего строптивого кабана с безопасной дистанцией. Но Леван все равно бросался на него, за что наставник красиво дал ему отцовского леща, чтобы угомонить, но разозлил эту гориллу еще больше. Не знаю, как там уник сложилось дальше, но жук-навозник не может наслаждаться цветами вишни. Убил комара и так одиноко стало в черной ночи. Именно такие хокус сочиняет дядя топового боксера Андре Гиррелла после своего подлого поступка и побега. А дело было так. В конце восьмого раунда боя за звание временного чемпиона мира по версии международной боксерской федерации IBF венесуэлец Хосе Ускотеги нокаутировал американца Андре Гиррелла. Но рефери посчитал, и повторы это подтвердили, что удары были нанесены после гонга и дисквалифицировал Ускотеги, а победителем объявили Гиррелла. Казалось бы, что справедливость восторжествовала, но дядя и по совместительству секундант и тренер Гиррелла вышел в ринг и подойдя к Ускотеги, как настоящий гопник, задав отвлекающий вопрос, засадил тому парочку отчаянных ударов по челюсти. Все-таки детство в гетто и крысиные бои остаются в крови на всю жизнь, после чего скрылся и был объявлен в розыск полицией. Но думаю не только о ней. Ошибки Ошибки – это как знаки препинания в жизни, без которых, как и в тексте, не будет смысла. Но некоторые особо отставшие от ключа гуси не понимают, что проигрыши – часть спортивной жизни. Так и случилось в этом боксерском бою Климентона против Пащика, который, наверное, перед этим боем посмотрел легендарный поединок Тайсона с Холифилдом. В одном из клинчей этот голодный волкодав укусил Пащика за ухо, после чего бой был сразу остановлен, чем наш тазманский дьявол был явно недоволен и начал выговаривать претензии. Но в ринг вышел тренер покусанного, который тоже не стал молчать, а после подлого удара от грязного боксера сам подошел и ответил тем же, только гораздо жестче, после чего пыл обидчика сразу упал вместе с подкошенными ногами и уже не пытался что-то рассказать. Хороший купец не выкладывает весь товар сразу, подумал Джеймс Батлер в бою против Ричарда Гранта, который он проиграл единогласным решением судей. После объявления результатов Грант подошел к Батлеру, чтобы его обнять, но тут и получил припасенный для особого случая золотой кастет. Отмороженный на всю голову Батлер пробил со всей силы, тейпированной рукой без перчаток, Гранту в голову, сломав ему челюсть и отправив в нокаут. После этого случая Батлера дисквалифицировали и его карьера пошла под откос, а через пару лет он даже убил человека, за что был наказан по закону. В общем, не смог колорадский жук превратиться в прекрасную капустницу. Груши в цвету так прекрасны, а дом рядом с ними в руинах. Так и у нас в бою Кощика против Дейли, который был довольно зрелищным и проходил при полном доминировании Кощика, который раз за разом проводил тейкдауны и переведел бой в партер, подшучивая на Дейли. После гонга об окончании боя, который явно единогласным решением выиграл Кощик, разъяренный Дейли, который так ничего толками не смог показать, подбежал сзади и ударил боковым в голову своего обидчика. Правда, попал вскользь, и Кощик этого практически не почувствовал. Но Дейли поплатился за этот поступок очень сильно. Хуже, чем жаба, запрыгнувшая на лапу журавлю. Он был пожизненно дисквалифицирован из UFC. В бою Агазама против Лензиони, который закончился судейским решением в пользу Лензиони, Агазам повел себя как маленький обиженный ребенок, который убегал, топал ногами и говорил, что так нечестно и несправедливо. Рефери гонялся за ним по всей клетке, чтобы заставить его пожать руки Лензиони, который, кстати, решил подлить самогона в печку и начал дразнить соперника, кривляя его как дитя. Хороший лук зависит от натягивающей его руки, а результат боя от бойца. Ну а Агазам после боя начал обвинять всех в продажности судей, федерации и всех на свете. Алистер Оверим, один из лучших бойцов ММА К1, у которого за плечами множество великих побед, тоже был замечен в неадекватном поведении после поражения Стипе Меочичу. Проиграть Стипе это почти то же, что выиграть в лотерею, то есть в этом нет ничего позорного, все-таки ты дерешься с одним из лучших бойцов в мире. Но после боя Оверим сказал «Я провел Стипе удушающий, и он застучал, но рефери этого не заметил, и бой продолжился, хотя выиграть должен был я». На десятках повторов все высматривали, где же застучал Меочич, но так и не увидели. Хорошему мастеру любой инструмент хорош, а хорошему бойцу не нужно искать отмазки, а нужно просто принять, что сегодня противник был лучше. Хорошее лекарство горько на вкус, а поражение слаще меда, правда только для соперника. В бою топовых бойцов Дилашоу и Сехудо в бою явно доминировал второй, и в конце концов рефери остановил это побоище. Но Дилашоу был явно с этим не согласен, считая, что победа это цель, за которую можно отдать жизни часть здоровья. Он возмущался и обвинял всех в продажности, отказываясь принимать реальность белой чайки, которая видит себя парящим орлом. Война любит победу и не любит продолжительности, тоже можно сказать и о поединке. В бою между Сонгом и Верой, который был очень близкий и действительно было тяжело отдать кому-то явное преимущество, судьи и фаны в том числе отдали победу Сонгу, но реакция Веры была очень недостойной. Мало того, что он обматерил всех, кого только можно, он не пожал руки победителю и послал того вслед за остальными. Но при чем тут боец? Он дрался точно так же, как и ты. Разве он виноват в решении судей? Уважение к сопернику – это первое, о чем должен помнить тюлень, ползущий по тропе войны. Даже из твердого камня может сочиться вода. А что уже говорить про бойцов, которые в душе очень чуткие и творческие личности. Во втором бою между Кормье и Джонсом, который закончился досрочно в третьем раунде, после четкого хайкика от Джонса с последующим добиванием, Кормье проявил все эмоции после боя. Когда у него спросили, что случилось, он просто плакал и сказал «Я не знаю, бой шел так хорошо!» и пускал крокодилье слезы от обидного поражения. Хотя потом объявили, что Джонс использовал стероиды. А как бы вы поступили с такими бойцами? Конечно, после того, как доедите все чебуреки с пивом. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании, а то этот могут заблокировать. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках! Субтитры сделал DimaTorzok